Девушки отдыхают Тебя чувствуешь, узнав, что ты из Ленаресов? Значит, ты уже знаешь обо всем. И Рикардо тоже знает. И тебе интересно все знать. Ну так знай, что ничего худшего в моей жизни еще не было. Ну конечно, ты ведь стыдишься своего происхождения. Но ты сразу же начнешь качать права наследства у отца. Скажи-ка мне, сынок, где ты познакомился с этой девушкой? Ну не надо, не надо. Не надо тут покашливать, не надо. Сделай одолжение и отвечай мне. Откуда ты знаешь Ванессу Ленарес? Сколько? Десять тысяч. Какие люди! Смотрите, кто к нам пожаловал. Лучше из женщин этого бара. Королева королев. Что не спится? Мне что, уйти? Ну что ты, что ты, дорогая? У нас есть о чем поговорить. У меня тут вчера вдруг такая встреча была. Дружка твоего видел, кавалера этого. Некого Рауля. Рауля? Он что, спрашивал обо мне? Да, но я все уладил. Так что докучать тебя больше он не станет. Никому я этого не позволю. Ни ему, ни кому-либо другому. Докучать тебя. Но, значит, ты дебютируешь? Как мы и условились. Но ответь мне, Марисаль. Пойми, Патрисия. Ты думаешь, если ты ее сестра, то у тебя есть право лезть в наши дела? Знай свое место. А то пожалеешь. Хорошо? Пойми ты. Какие дела, говоришь? А что ты называешь нашими делами? Кого ты имеешь здесь в виду? Себя с Илеаной? Или с Марисоль? А? Кого? Что ты называешь нашими делами? Да пойми ты, своей жизнью распоряжаюсь только я. Не моя вина в том, что все так закрутилось и осложнило дело. Но я сам с этим справлюсь. Я хочу, чтобы ты поняла это. Значит, ты решил ее бросить? И ты оставишь ее в таком состоянии? Да что ты говоришь? У меня и в мыслях такого не было. Я буду рядом с Илеаной. Тогда, насколько я понимаю, ты бросишь другую. Ты собираешься бросить Марисоль? Ну что ж ты все перепутал? Ну пойми ты. Я оставлю ее или не оставлю? Что из этого? Главное, что я буду рядом с Илеаной. До конца. И это главное, понимаешь? Понимаешь? Значит, ты собираешься жениться на Илеане, а любить другую, так? Ты это собираешься сделать, да, Рауль? Говори правду. Что это у тебя, жалость или любовь? Ты ведь Илеану уже не любишь. Ты ведь любишь другую. Любишь Марисоль. Ну говори же, говори, это правда. Знаешь, отец, я весь в догадках. Если честно, я не понимаю ничего. Какой у вас там секрет? Тайна какая-то, которую вы раскрывать мне не хотите? Это она, твоя мать Эльвира, хранительница этой тайны. Но папа, ведь и Аурелио о ней тоже знает. Он как-то сказал мне, что в прошлом есть нечто, что способно изменить мою жизнь. Нет, нет, нет. Ничего я тебе не скажу, сынок. Нет, ничего. Здесь я тебе ни в чем помочь не могу. Эльвира так и не раскрыла мне эту тайну, но... Знаешь, я... Я сам сейчас страшно хочу узнать, что это за тайна. А выпытать это у нее можешь только ты. Сделай это, Рикардо. Заставь свою мать сказать тебе правду. Что это за тайна? Что? Да все так и было, мама. А потом, конечно, когда я вошел и увидел ее, что мне еще оставалось делать? Я клянусь тебе. Я думал, что она ко мне пришла. А оказалось, она пришла к Габи. Понять ничего не могу. Что там за Шули Муру у Габи с этим братом Ванеса? С Рикардо этим? Ты можешь мне объяснить? Ну что ж, объясню, сынок. Ты ведь домой приходишь только, чтобы переодеться. Совсем от дома отбился. Так вот, что я тебе скажу, сынок. Здесь у нас много чего случилось. За все приходится платить. Надо платить за грехи мои. Ты ведь сейчас из мужчин у нас самый старший, так ведь? Хозяин дома. А поэтому должен знать, что у нас много чего случилось. И нехорошего. Нехорошего, Левша. Очень. Ну, конечно, в таких хоромах тебе стыдно и называться Толинарес. Стыдно? Грубер. Моя фамилия Грубер. И никакой другой фамилии мне не надо, поняла? Ты зачем сюда пришла? По зову крови? Или чтобы унизить меня? Сказать, что такой сестры тебе вовсе не нужно? Так успокойся, девочка, не волнуйся. Мы ведь с тобой на равных. А Толинаресов мне вообще ничего не надо. Понимаешь? Не надо. А что до тебя самой, девочка? Ты у меня здесь очень много братишек и сестренок. Так что есть кого любить. А ты мне не нужна. Не нужна, понимаешь? А теперь знаешь, что, Ванесса Линарес. Уходи-ка ты отсюда. Уходи, откуда пришла. С фамилией своей и с деньгами своего отца. Уходи, ты мне не нужна. Я не хочу тебя ни любить, ни получать от тебя любовь. Понятно? Так что уходи. Мне от вас ничего не надо. Я тебя сюда не звала. Ты мне вообще не нужна, поняла? Мне вообще от вас ничего не нужно. Отдумать только, что мы одна кровь. Уходи отсюда. Даня, ты что? Ты с ума сошла? Конечно, сошла с ума. Сейчас весь дом разнесет. Ванесса! И не смотри на меня так, мама. Я с ними никаких дел не хочу иметь, понимаешь? И будь проклят в тот час, когда ты познакомилась с Федерико Линаресом. Ты слышишь меня, мама? Ты меня слышишь, мамочка? Магали! 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 Извините, сеньор Линарес, но Магали нет. Она пошла к врачу. Она мне сказала, что не хотела вас беспокоить. Хорошо. Хорошо, большое спасибо. В этом заведении все творят, что хотят. А ты что здесь делаешь? Зачем пришел сюда? Нам с тобой надо сейчас выяснить все до конца. Дальше так продолжаться не может. Хорошо? Если ты действительно хочешь поговорить, давай. Только начни со своей помолвки. Извини, извини, я не предложил тебе присесть. Да это и не надо. Не надо и твоей иронии. Разве не ирония судьбы, что у тебя помолвка с женщиной, которая тебя не любит? Это же просто чудовищная ирония. Ты ничего не понимаешь. И, честно говоря, мне тебя жаль. Жаль. Ну ладно, ладно. Ладно, я ничего. Это ты все знаешь. Тогда скажи мне, как это может быть? Женщина любит одного, а помолвка у нее с другим. Но объясни ты мне это, пожалуйста. Да. Спасибо.